Все автосервисы и автомойки могут продолжать свою работу. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Ограничения на работу этих организаций снимаются начиная с 6 апреля. При условии, что организации по обслуживанию автотранспорта должны будут соблюдать все меры профилактики коронавирусной инфекции. Нанесение разметки для соблюдения дистанции между посетителями не менее полутора метров, нахождение персонала и посетителей в средствах индивидуальной защиты, обеспечение наличия кожных антисептиков, ультрафиолетовых облучателей, проветривание помещений каждые два часа, введение графика уборки. Между тем, это сообщение областной администрации появилось спустя несколько дней после того, как прокурор области раскритиковал приостановку деятельности организаций по техническому обслуживанию транспорта. Игорь Пантюшин говорил о необходимости снятия ограничений с ряда предприятий в этой сфере деятельности. Не принято во внимание, что услуги отдельных предприятий и лиц используются при обслуживании и ремонте автомобилей специальных и аварийных служб. Непроведение своевременного обслуживания и ремонта транспортных средств указанных организаций может привести к неисполнению возложенных на них обязанностей. После этого на страничках губернатора в соцсетях появилась видеозапись заседания областного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. На нем Владимир Сипягин отметил, что деятельность автосервисов, у которых есть государственные и муниципальные контракты, не была ограничена. При этом глава региона также снял ограничения с организацией, которые занимаются ремонтом сельскохозяйственной техники. У нас автосервисы, еще раз подчеркиваю, работали, работают, и пока не планируется к закрытию там, где государственные и муниципальные контракты. То есть это и скорая помощь, это и полиция, и грузовики, и автобусы, как работали, работают и будут работать. Но вот мы внесли еще сегодня сельхозмашины, потому что понимаем, что данная техника тоже должна ремонтироваться, тем более сейчас начинается у нас посевная. Добавим, что в воскресенье во второй половине дня Владимир Сипягин расширил региональный перечень товаров первой необходимости. А это значит, несмотря на угрозу распространения коронавируса, в принципе, свободно можно купить автозапчасти, средства для пожаротушения, а также очки, линзы, табачные изделия, похоронные принадлежности. Полный список можно найти на сайте областной администрации. Кстати, если на рынках и в торговых центрах есть что-то из этого перечня, то теперь им разрешили работать. Многофункциональные центры тоже откроются, но только на три дня. С 8 по 10 апреля. В это время они окажут госуслуги по заявлениям, написанным гражданами до 28 марта. Алексей Домнин, Шестой канал.